На Северном Урале, в городе Емва, Книжепогорского района Республики Коми, четыре молодые женщины, зайдя в ванную комнату, обрушили пол и оказались в подвале дома. Беда у нас, беда! Снимай! Снимай! Я снимаю. Снимай, где Чумакова! Малой! Чумакова! Где Чумакова? Раз, два, три. Снимай! Инцидент произошел 23 января в 5.20 утра в квартире дома номер 30А по улице Октябрьской. Трое пострадавших с помощью своих друзей благополучно выбрались из провала, а вот одной из женщин потребовалась медицинская помощь. Она получила множественные ранения ног. Также безнадежно испорчены оказались унитаз и стиральная машина, рухнувшие в тартарары вместе с людьми. Как рассказала дочь хозяйки квартиры Валентина Матлас, в этот дом они с матерью переехали 11 лет назад. В 2009 году дом был построен администрацией района специально для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Дом этот считается благоустроенным, хотя и не имеет горячего водоснабжения. Дом фактически новый, но, по ее словам, это уже третий инцидент в данной постройке, возведенный из так называемых СИП-панелей. СИП-панели – современный домостроительный материал, представляющий из себя сэндвич, состоящий из двух слоев основного материала и утеплителя. В данном случае ДСП-листов и пулистирола. По словам Валентины, сначала в администрации ЕМВ ей заявили, что пострадавшие сами нарушили правила безопасности. Якобы в таких постройках в комнатах нельзя находиться более двух человек. Но когда абсурдность этого утверждения стала очевидна, то предположили, что, видимо, в ванной комнате негерметично была уложена кафельная плитка на полу. Вода долгое время проникала под кафель, из-за чего древесно-стружечные плиты сгнили. Поскольку дом является муниципальной собственностью, жильцам этой квартиры было обещано провести ремонт за бюджетные деньги. Было принято решение по восстановлению полов данной квартиры. На сегодняшний день составляется дефектная ведомость по видам проведенных работ, на основании которой будет оформлена смета, определена стоимость и будут проводиться ремонтные работы. Продолжительность ремонтных работ ориентировочно продлится в пределах двух недель. Валентина сообщила, что в этой квартире она живет с 67-летней матерью, инвалидом первой группы, которую ей регулярно приходится носить с помощниками в ванну. Если бы обрушение произошло в такой момент, мать-инвалид могла бы не пережить падение. А местный депутат сделал запрос во всевозможные инстанции с требованием проверить все дома, построенные городом по такой технологии и переданные для проживания людям, с целью недопущения повторения подобных инцидентов. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим. Продолжение следует...